Позиция Украины по Самойловой. Вначале официальная позиция Киева по поводу Юлии Самойловой, которую Россия отправила на конкурс Евровидения на Украину. Вот цитата. СБУ изучает этот вопрос, это решение в ближайшее время будет приниматься, сказал глава службы безопасности Украины Василий Грицак, комментируя агентству Интерфакс Украина в понедельник в Киеве. При этом он высказал свою позицию относительно того, что российской певице нужно запретить въезд на территорию Украины. Я считаю, что закон должен быть один для всех, поскольку этот человек нарушил закон. Грицак добавил, что речь идет об антиукраинских высказываниях российской певицы в соцсетях, поэтому, как по мне, ей нужно закрыть въезд в Украину, сказал он. На самом деле, видимо, позиция Украины относительно Самойловой давно сформулирована. Почему Украина темнит? Видимо, это ответный жест на то, что Россия до последней минуты тянула с выбором своего делегата на конкурс. Какова же может быть позиция Украины? Этих позиций даже три. Не пустить Самойлову вообще, демонстративно задержав ее на границе в аэропорту и, помурыжив пару часов, отправить ее обратно в Москву. Второй вариант – дать ей спеть на конкурсе, после чего задержать и перепроводить в аэропорт. И третий вариант – дать спеть, не задерживая, но далее вставить в стоп-лист, чтобы она дальше не появлялась в Украине. Думаю, будет избран третий вариант. Во-первых, в этом случае Украина не ссорится с Евровидением. Во-вторых, у России не будет повода кричать «нашего обидели». Ну и, как ни гляди, третий вариант наиболее мирный и не будет ничего разжигать. Однако третий вариант все же приведет к скандалу, но уже внутри украинскому. В украинском парламенте и правительстве есть значительное число людей, которые спросят тех, кто разрешил въезд Самойловы, а почему для нее делается исключение. Почему другие граждане, посещавшие Крым с территории России, считаются нарушителями украинских законов, а Самойлова почему-то нет? Только потому, что она поет песни, у нее ограниченные возможности? В общем, разборки будут жаркие. И эти разборки не закончатся с окончанием Евровидения. Каждая совместная акция, будь то эстрадная, театральная, спортивная, будут анализироваться, как на аптекарских весах. И тут нет ничего удивительного, потому что между Россией и Украиной идет война. Мягкая она или жесткая, идут ли активные боевые действия, либо между странами какой-то шаткое перемирие, никаких нормальных взаимоотношений не предвидится до тех пор, пока война. Но это уже совсем другая история, совсем не про Евровидение. Матвей Гонопольский